Приветствую вас, прочитал ваш текст. Я думаю, что то, что вы описываете, очень сильно похоже на отреагирование агрессии, то есть вот навязчивые мысли, ругань, удары, это очень похоже на то, что вовремя вы не отреагируете, не смогли вовремя отреагировать, свои чувства вовремя не смогли отреагировать, свои эмоции вовремя не смогли защитить себя, вовремя не смогли как-то проявить себя, как-то, ну, сказать, допустим, нет, да, человеку, вот, или, ну, или что-то ещё, что-то ещё, вот. И, соответственно, очень похоже на то, что вот именно, из-за того, что вы не вовремя этим это сделали, именно очень похоже на то, что вы своевременно так не поступили, вот, вот проявляется вот эта вот нереализованность в последующем. То есть это какие-то на самом деле, на самом деле какие-то обиды, это на самом деле какие-то агрессивные проявления, вот. это на самом деле какие-то такие действия, которые вы хотели бы сделать и которые, которых вы себе, очевидно, не позволяете. Отсюда, соответственно, и навязчивые мысли, отсюда, соответственно, и навязчивые идеи, отсюда, соответственно, и всё остальное, вот, всё остальное. А, значит, ну, соответственно, этим нужно что-то дальше делать, условно говоря. То есть вы либо будете как-то, например, учиться, значит, выражать свои эмоции, свои чувства и так далее. Либо вы будете это делать, а вот, либо ничего, ничего происходить вообще не будет, и всё будет, собственно, вот так, как сейчас происходит, по факту. То есть не видится ситуация в целом больше такой. В целом не видится ситуация в целом вот таком ключе. Двигаться вам желательно в сторону медицинского обследования, наверное, для начала, для начала. Проверить нет ли у вас физических предпосылок, потому что вы говорите про тошноту, вы говорите про головокружение, это всё достаточно серьёзные вещи. И после психотерапия, потому что подобный забред на отреагирование своих чувств, своих эмоций, ни к чему хорошему не приведёт. Вот. То есть по сути, лишь идёт о том, что вы, ну, грубо говоря, вы не делаете вовремя то, что вы хотите. Вот. И позволяете, соответственно, себя использовать. Вот. Скорее всего. Скорее всего. Я не берусь сейчас это утверждать вот, прям наверняка. Вот. Примерно. Так. Я бы ответил на вопрос на вас, который вы задаёте. Я надеюсь, что это был, ну, такой, не совсем, а тратный вопрос, надеюсь, надеюсь, что это был достаточно сознательный вопрос. Вы их достаточно сознательно, надеюсь, его, ну, что-то, задавали. Вот. И, соответственно, можно уже, после того, как вы, например, определитесь, можно будет уже что-то говорить. Дальше. То есть, ну, оказывать вам, собственно, помощь. Вот. Вот так. Навязчивые мысли, это определённого рода запреты, которые у вас есть, например, вы запрещаете себе, к примеру, сразу проявлять сопротивление наших, допустим, ну, к примеру, сопротивление тому, что делают близкие люди ваши. Вот. Вы не высказываете, чего против, а потом выясняется, что вам это, ну, не нравится, что вам либо душе, что вам неприятно. Вот. И так далее. Тут вот просто желательно принять свои чувства, да, пусть они и не самые, как бы, одобряемые вами, да, но вот очень важно увидеть, что, как бы, чувства есть вне зависимости от того, одобряемые они или нет. Вот. Вот. Вы говорите про, значит, мысли определённые, да, которые нарушают, оскорбляют ваши религиозные чувства. Вот. А я думаю, что с этим так же имеет смысл поработать, потому что, ну, во-первых, как бы, если вы говорите про, допустим, христианскую веру, то она, как бы, все прощается. Если вы говорите про другую, ну, про другую веру, то здесь опять же нужно больше деталей. Вот. Ну, просто говорить про церковь, так сказать, как бы, я так предполагаю, что речь тоже о христианской церкви, хотя могу ошибаться. Ну, вот, но, как бы, вера, крепкая вера, она подразумевает любое проявление чувств. Как бы, ну, там, за чувствами, ну, всегда что-то скроется, за чувствами всегда что-то стоит. Вот. За чувствами всегда есть какой-то, вот, какая-то причина, скажем так. Вот. А это то, что необходимо понимать, и это то, в чем вам необходимо отдавать себе отсюда. То есть, это именно работа по принятию себя. Вот. В этом вам может помочь любой, в принципе, специалист, которого вы выберете на нашем ресурсе. Вот. Так что, настраивайтесь на работу, потому что, что вы описываете, это требует помощи, конечно же, со стороны. Вот. Самому вам с этой ситуацией будет справиться сложно, практически невозможно, потому что другим человеком будет проще. Другой человек, ну, другой человек, приготовленный человек, вам может эффективнее помочь. Вот. Вот. Вот, в принципе, так, опять же, вы говорите о том, что так было не всегда, вы говорите о том, что когда-то таких, ну, таких проявлений не было. Вот. Вот. Соответственно, если, когда-бы таких проявлений не было, значит, после чего-то они появились. Вот. Ну, соответственно, я полагаю, что, ну, нетрудно догадаться, да, что, ну, нет. Соответственно, в тот момент, когда началось, его нужно зафиксировать, то есть, когда началось. После, например, расставания, там, с девушкой, да, которая могла вас травмировать, либо, там, еще какие-то, ну, еще какие-то ситуации могли произойти. Вот. То есть, все это, на мой взгляд, нужно исследовать. Естественно, по вашему желанию. То есть, если хотите, то с этим можно работать. Вот. Если нет, ну, то что ж, это, это ваш выбор, безусловно. Вот. Ну, в таком случае, но последствия тоже будут ваши, ну, как бы, на вашу ответ. На этом все. Я надеюсь, что помог вам, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго, удачи и надеюсь, что ваша ситуация самым лучшим образом будет разрешена. Спасибо. Спасибо. Спасибо.